Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в День Суда Сообщается, что Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал И я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и поистине, каждому человеку достается лишь то, что он намеревался приобрести И поэтому, переселявшийся ради чего-нибудь, мирного или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся Передаются слов Аиши, да будет доволен и ею Аллах, что однажды Аль-Харис бин Хишам, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует О, посланник Аллаха, как к тебе приходят откровения Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил Иногда приходят ко мне, подобно звону колокола, что является для меня наиболее тяжким А когда я усваиваю сказанное, это покидает меня Иногда же ангел предстает передо мной в образе человека и обращается ко мне со своими словами И я усваиваю то, что он говорит Аиша, да будет доволен и ею Аллах, сказала Мне приходится видеть, как в очень холодные дни ему неспосылались откровения А после завершения неспослания солба его всегда лился пот Сообщается, что мать правоверных Аиша, да будет доволен и ею Аллах, сказала Ни с посыланий откровений посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Началось благово видение во сне А никаких иных видений, кроме приходивших, подобно утренней заре, он никогда не видел Затем ему была внушена любовь к уединению И он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, где занимался делами благочестия, что выражалось поклонений Аллаху в течение многих ночей Пока у него не возникало желания вернуться к семье Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы А потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина Когда он находился в пещере на горе Хира, к нему явился ангел и велел «Читай» На что он ответил «Я не умею читать» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела А затем он отпустил меня и снова велел «Читай» Я сказал «Я не умею читать» Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела А затем отпустил и велел «Читай» И я снова сказал «Я не умею читать» Тогда он сжал меня в третий раз А затем отпустил и сказал «Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из густка «Читай, а Господь твой чадрейший» Аиша, да будет доволен ее Аллах, сказала «И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим, вошел к Хадидже бин Хувалид, да будет доволен ею Аллах и сказал «Укрой меня! Укрой меня!» Его укрыли, и он оставался в подобном положении Пока страх его не прошел, после чего он сообщил ей обо всем и сказал «Я испугался за себя» Хадидже сказала «Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором Ведь ты поддерживаешь связь с родственниками, помогаешь нести бремя слабому И отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство И помогаешь им перенести невзгоды судьбы А после этого Хадидже вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату Вараке бин Науфалю бин Асаду бин Абд-Аль-Уззе Который в эпоху Чахилии принял христианство Пользовался для своих записей письменностью иудеев Выписывал из Евангелии то, что было угодно Аллаху И к этому времени явился уже глубоким слепым старцем Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, сказала ему «О сын моего дяди, выслушай своего племянника» Варака спросил его «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Сообщил ему о том, что он видел Варака сказал «Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе О, если бы я был молод в эти дни И дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил «Да, ибо когда бы не явился человек чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу» Однако Варака вскоре умер, а откровения временно прекратились Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok